Незаконная застройка в центре Киева. На месте, где под документом должна быть дача или гараж, растет многоэтажка. Чиновники о намерениях застройщика не знают или не хотят знать. Почему власти бездействуют, выясняла Елена Зорина. 18 соток с видом на Днепр. Цена за одну на вес золота, как треть квартиры в спальном районе столицы. Почти 200 тысяч гривен. Лакомый кусок земли в центре Киева облюбовали в начале лета. Классическая схема. Здесь появился забор, охрана и закипели работы. Что за ограждение можно увидеть разве что через щели в заборе. На стройплощадку не пускает вот этот мужчина в черном. Сказали, что никого, даже полицию не пускают. Наш двор теперь вот в зеленый забор. Когда-то на месте нынешней стройки был ее сад в 90-е. Участки забрали и стали продавать. Теперь вместо деревьев у Людмилы Петровны строительная пыль. Работы, рассказывает женщина, даже ночью везти пытались. Сваи колоссальные были вот эти. Очень много биталанных мешалок приезжало. А чем нам грозит? Ну, мы можем поехать. Территория уползнеопасная, подтверждают и эксперты. Один из домов, построенных ранее, уже немного наклонился в сторону. Что же здесь строят, можно только догадываться по этой картинке рядом с забором. Рабочие неразговорчивы. Где главный, где прораб? Главный. Активисты организации СтопКоррупции утверждают, здесь будет высотка, тогда как по документам земля для строительства дачи, частного дома или гаража, но совсем нет для многоэтажки. Там будет строиться, ну, как минимум, там, 10-16-этажный дом на этой территории. А этот участок позволяет просто построить домик на 2-3 этажа, но ни одного документа нет. Но есть этот участок на некого человека, это Кая Ильхан. То есть это его собственность, этого участка. Если здесь вырастет многоэтажка, близлежащие дома могут и вовсе уйти в Днепр, утверждает директор института города Александр Сергеенко. Да и коммуникации с инфраструктурой тоже на такое не рассчитаны. В Шевченковской райадминистрации, где и должны бы заметить размах строительства, по подробностям спустя больше месяца ответили. Застройщика проверят, а те, кто должны проверять, убеждают, уже это сделали. И строительство заморозили. До вересня месяца есть в него строк. Однако на этот термин, выполнение будильных работ, остановлено, есть ответственный приказ. Но работы по сей день ведутся сегодня. Их остановило, разве что наша камера. Увидев ее, строители мгновенно засобирались. Чиновники-контролеры оправдываются, мол, застройщик их предписания мог не получить. А к осени, возможно, разрешительные документы ему уже выдадут. В то же время эксперты считают, стройка может продолжаться и без них. И тогда доказывать, что стройка незаконная будет сложнее, могут уйти не месяцы, а годы. Чтобы остановить застройку сейчас, активисты организации «Стоп коррупции» обратились в полицию. Но пока ее реакции не последовало. Елена Азурина, Сергей Килимник и Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Мы не оставим без внимания эту скандальную историю и обязательно расскажем о дальнейшем судьбе незаконной застройки. Продолжение следует...